В Единой России обсудили вопросы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. В штабе общественной поддержки партия организовали тематические мероприятия к Международному Дню Глухих. При содействии Единой России в преддверии Международного Дня Пожилого Человека прошел бал «Осенний вальс». Круглый стол по вопросам социализации детей с ограниченными возможностями здоровья был организован по инициативе депутата Воронежской областной думы члена фракции Единой России Евгения Китаева на площадке штаба общественной поддержки партии. В числе участников – педагоги, дефектологи, психологи, тьютеры и представители общественных организаций, работающих с детьми с ОВЗ. Открывая заседание, Евгений Китаев отметил, что в регионе ведется полномерная работа по социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение доступности образования для детей с ОВЗ и их социализация – один из важных пунктов народной программы «Единой России». У нас есть отдельные классы в гимназии имени Платонова. Мы участвовали в создании общественного объединения «Аутмама», но еще во многих других организациях, которые и спортивные организации теперь принимают участие, именно помогают адаптировать детей с ограниченными возможностями. И в Воронеже, знаете, звонят из других областей, приезжают делиться опытом. Конечно, это надо на все районы распространять, на нашу область, потому что, ну, деток, к сожалению, таких много. И, конечно, родителям надо помогать, чтобы детки социализировались в обществе. Участники встречи представили презентации своих проектов, поделились опытом и наработками. Например, педагоги гимназии имени Платонова и Воронежской школы номер 3 рассказали, как в их ресурсных классах выстроен процесс обучения для особенных деток и как они проходят социализацию вне школы. А директор АНО «Грибной спорт» и «Рекреация» Павел Бугаев и тренеры спортивных секций поделились опытом социализации ребят с ОВЗ через спорт. В завершении «Круглого стола» Евгений Китаев обсудил с собравшимися проблемные вопросы. Все поступившие в его адрес обращения парламентарий взял в проработку. Также депутат отметил участников «Круглого стола» благодарственными письмами. На площадке штаба общественной поддержки партии для пожилых и молодых людей с нарушениями слуха организовали тематические мероприятия к Международному дню глухих. Участие в них также приняли руководитель региональной общественной приемной «Единой России» и штаба депутат Воронежской областной думы Марина Андрейчук, директор управления социальной защиты населения советского района города Воронежа Любовь Шабанова, председатель рекотделения Всероссийского общества глухих Вера Семенова и главный специалист отдела по работе с молодежью управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж. Приветствую собравшихся, Марина Андрейчук поблагодарила их за искренность, доброту и отзывчивость. «С региональным отделением Всероссийского общества глухих Воронежской области мы уже не первый год взаимодействуем, даже не взаимодействуем, а дружим, потому что это очень отзывчивые, искренние и добрые люди, и, конечно же, они нуждаются в том, чтобы их видели, с ними общались, им помогали. Вот сегодняшнее мероприятие – одно из многих, которое мы провели с ними за последний год». В рамках мастер-класса по танцам сначала выполнили упражнения по нейрогимнастике, чтобы размяться, потом поучаствовали в подвижной игре на внимание, а после устроили танцевальный флешмоб. Затем состоялся мастер-класс по северной ходьбе. Профессиональные тренеры рассказали слабослышащим основные правила скандинавской ходьбы, показали, как правильно держать специальную экипировку и шагать. После инструктажа все желающие могли выйти на улицу, чтобы попрактиковаться. А в завершение участники в сопровождении серебряных волонтеров отправились на велопрогулку на трехколесных велосипедах, которая подарила всем отличное настроение. В рамках партийного проекта «Единая Россия. Старшее поколение» в культурно-досуговом центре Северной Воронежи для людей серебряного возраста организовали бал «Осенний вальс». Событие приурочено к Международному дню пожилого человека. Чтобы завязать новые знакомства, интересно провести время и, конечно, закружиться в танце, на бал приехали коллективы не только из областного центра, но и из муниципальных районов. Более сотни мужчин в галстуках-бабочках и женщины в пышных платьях вместе исполнили несколько видов вальса, кадрили, блюз, пинг. Также участники подготовили сольные номера. Содействие в организации было оказано членом регионального общественного совета партпроекта «Старшее поколение» депутатом Воронежской областной думы Еленой Губиной. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках партийного проекта «Старшее поколение». И в преддверии Дня пожилого человека мы проводим целую сеть тематических мероприятий, которые идут в ежедневном режиме. Сегодня у нас проходит бал. Наши серебряные танцоры подготовили планы с вальса и много других замечательных танцев. Они такие красивые, такие элегантные, но самое главное – они очень счастливые. И я уверена, что сегодняшнее мероприятие подарит им массу положительных эмоций, которые они с удовольствием, которыми поделятся со своими близкими и друзьями. У нас зал, к сожалению, оказался на ремонте. Нас очень хорошо гостеприимно приведет в штаб «Единой России». Там мы тренировались, там мы сделали записи массовых танцев и разослали в WhatsApp коллективам, которые принимают здесь участие. Сегодня посмотрим, что из этого получится. А сколько будете показывать танцев, номеров? Массовых танцев у нас на сегодняшний день пять. И более сольных номеров – это четыре. А какие танцы? Сольные номера – вальс-гавод, большой фигурный вальс. Получилось феерично. Пожилые люди на своем примере показали, что танцевать можно в любом возрасте. Также в рамках бала для участников провели танцевальную викторину, конкурсы и даже мастер-класс по обучению языку веера. В режиме информационного агентства работает сайт рекотделения партии «Единая Россия» в воронеж.ер.ру. Здесь вы ежедневно найдете самые свежие новости из жизни города, региона, страны. Федеральный бюджет, поддержка участников СВО, закон о занятости «Единая Россия» обозначила приоритеты на осеннюю сессию Госдумы. Партия уже внесла соответствующие законопроекты в Нижнюю палату парламента. Со своей стороны секретарь регионального отделения «Единой России» председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов сообщил, что в осеннюю сессию депутаты регионального парламента продолжат вести активную законотворческую деятельность и работу в избирательных округах. Адресная помощь гражданам, поддержка участников СВО и членов их семей, реализация народной программы партии, социально-экономическое развитие области – это те направления, которые по-прежнему остаются приоритетными нашей работы. Традиционно один из основных законопроектов осенней сессии – проект областного бюджета на ближайшие три года, отметил Владимир Нетесов. Неделя приемов граждан по защите прав трудящихся пройдет на площадке региональной и местных общественных приемных «Единой России» со 2 по 6 октября. Обращение воронежцев рассмотрят депутаты всех уровней от «Единой России», сенаторы Российской Федерации, а также представители органов исполнительной власти и организации партнеров. Записаться на прием можно по телефону 239-93-39. Кроме того, на сайте вы найдете консультации специалистов по актуальным вопросам граждан, графики приема депутатов, архив нашей программы. Путешествия по сети интернет – заходите. воронеж.ер.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова